Центр компьютерного спорта Сургутского района назвали лучшей киберплощадкой России. Награждение состоялось на этой неделе в столице на форуме Sport B2B Expo and Forum. На вручение премии Sports Facilities ездили представители округа и президент Федерации фиджитал-спорта Югры Артем Щепотев. Номинация в области кибер- и фиджитал-спорта в этом году была заявлена впервые. Все подробности в нашем сюжете. Сургутский район, как всегда, впереди планеты всей. И это признали теперь еще и в кибер- и фиджитал-спорте. Проекты и возможности, которые предоставляют в поселениях для молодежи в этом направлении, презентовали на Всероссийском престижном форуме. Лучшим киберспортивным объектом назвали Центр компьютерного спорта. Также Югра получила премию в номинации «Самый социально ориентированный регион России». Это ежегодная выставка, конференция, форум, экспо, где представлены все представители спортивной индустрии. То есть здесь не киберспорт, здесь не история киберспорта и фиджитал-спорта, а история вообще всей спортивной отрасли, лучшие представители бизнеса, каких-то образовательных технологий, спортивных технологий. На этом форуме Артем Щепотев рассказал об уникальных проектах, которые реализуются в области кибер- и фиджитал-спорта в поселениях. Опыт Сургутского района впечатлил всех без исключения. За сравнительно короткий срок, всего несколько лет, здесь умудрились создать полноценную экосистему по взращиванию квалифицированных кадров. Инфраструктуру, оборудование, передовые площадки и качественные мероприятия. Так в районе провели первые в истории страны фиджитал-сборы. Благодаря этим фиджитал-сборам мы стали чемпионами открытых школьных игр, которые проходили в Москве. И теперь в ближайшие недели у нас пройдут школьные фиджитал-игры, открытые всероссийские, на базе нашего центра компьютерного спорта Сургутского района на Барсово 13-14 мая. Киберспорт в Сургутском районе развивается с 2018 года. В этом году спортивным функционерам предстоит много работы. В планах провести три крупных фестиваля компьютерного спорта. Как в фиджитал, так и в кибернаправлении. Один из них состоится осенью в ноябре. На него окружные власти выделили 4,5 миллиона рублей. Большое количество планов, как всегда, делать так, чтобы мы были всегда на первых строчках лидерами этого движения. Раз мы уже начали задавать тон, нужно и держать этот вектор. В планах открытия спортивной подготовки по фиджитал-спорту. В ближайшее время в Сургутском районе реализуют проект фиджитал-арены. Средства выиграли на окружном конкурсе инициативных проектов. Это 3,5 миллиона рублей. Еще полтора миллиона добавили власти района. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой лично следит, чтобы у молодежи было для этого все необходимое. Создана очень серьезная материально-техническая база. Сейчас в абсолютно всех поселениях Сургутского района, от самого малого, там, Высокий мыс, Тундрина, там, до самого большого, город Лентор. То есть есть классы, есть учреждения, которые развивают киберспорт, куда детвора может прийти и заняться этим видом спорта. Это действительно, как мы сегодня с вами убедились, спорт. Ну, по материально-технической базе сказали, всего хватает. Техники везде накупили, с запасом, что называется. Для того, чтобы развиваться, вот ребята говорят, надо больше проводить турниров, соревнований. Для арены закупят в том числе VR-шлемы, чтобы проводить командные соревнования в виртуальной реальности. Так что теперь опытные спортсмены будут приезжать на турниры в Сургутский район. Все это, конечно, поднимет соревновательный дух и профессиональный уровень местных ребят. А в перспективе Сургутский район хочет закупить гоночную трассу для дронов. Продолжение следует...